здравствуйте мои дорогие парфюмерные друзья я не снимала больше месяца и сейчас так сложно возвращаться и проще всего конечно же начать с рассказа о моих последних парфюмерных приобретениях о тех ароматах которые я носила в последнее время то что пришло ко мне в коллекцию в последнее время это самое простое но вначале я хочу сказать огромное спасибо всем тем кто посмотрел мое последнее видео про ароматы из коробочки том форда всем кто комментировал несмотря на то что я вам не ответила я отвечу вам в ближайшее время у меня была парфюмерная апатия и вообще я приболела у меня расскажу в конце видео если останется время потому что не всем интересно слушать про человеческие перипетии блогера а всем интересно послушать про парфюмерные новиночки у меня где-то в середине декабря пришла вот такая вот огромнейшая посылочка со всякими разными вкусняшками от да кто скажет ой это не флаконы это не интересно мне на данный момент пробники travel версии намного интереснее чем флаконы потому что вот то обилие засилие флаконов которые стоят у меня в шкафу она меня отчасти тяготит а вот такие маленькие маленькие такие объемы они это знаете как конфетка ты ее съел ты попользовался ты как бы получил удовольствие и она тебя не напрягает вот так вот и кстати говоря мне многие спрашивали что я хочу приобрести себе на выигранные бонусы в магазине рендовую я пока еще не решила пока не знаю нет аромата который бы меня в себя влюбил мне очень понравилось семьяки что там дроп вот сиреневый аромат который я так расхваливала и так разрекламировала но я вот так расхвалила что его просто смели с пола к рандеву его там просто больше нет но я бы даже и на нам случае если он там был пожалуй бы повременила бы с приобретением была бы миниатюра хотя 30 миллилитров это самое то вот это максимальный объем который меня мог бы заинтересовать на сегодняшний день давайте посмотрим у меня здесь шесть ароматов и как бы получилось 50 на 50 покупала я их практически выбирала я их практически вслепую из них я знала только один единственный аромат который вам сейчас которым я вам сейчас таки скажу это была танцующая королева dancing queen от hfc этот бренд мне очень понравился несмотря на то что все началось с того что я говорила что ой он вторичный он такой простой но ароматы hfc оказались настолько комфортными в носке настолько удобными настолько легкими приятно легкими не смысле воздушные воздушными тоже легкими в носке в ношении вот вы его их на себя наносите и вам комфортно в них вам приятно они очень шлейфовые они милые они комплиментарные и этим они берут dancing queen для меня это такой розовый аромат на тему делин у меня кстати говоря образовалось уже несколько ароматов на тему делины и сейчас как какому бренду нишевому не подойдет там всегда обязательно будет какой-то аромат на эту тему здесь сладкая роза фруктовая роза яркий такой мускус аромат очень шлейфовый аромат не для закрытых помещений аромат для больших открытых пространств и у меня был пробник и после пробника я приобрела себе тревел версию а потому что он мне нужен он мне нужен дальше я стала продолжать свое знакомство с и че все и я приобрела а такой аромат который не разрекламированный редкий аромат называется он в души я кажется о нем говорила может не говорила слушать у меня знаете мне давать я сниму видео потом и удалю поэтому я не знаю говорила я вам о нем или нет это в души к ты часе вот это вот надевать парфюм с вауэффектом для меня я всегда ищу свои смолы своем свои почули я очень часто влюбляюсь в такие сложные ароматы но потом их совершенно не могу носить а вот вуду шик от эчи в си как раз аромат как раз вот тот самый в который я вдыхаю я влюбляюсь в него и он очень удобный очень комфортный в носке он вам не давит он вам с не душит он не пугает своей излишней нишевостью он не пугает ретровостью то есть он идеаль он современный легкий летящий и в то же время это те самые смолы которые могут впечатлить и вдохновить человека но мне по кайфу и еще очень часто вот почульно-амровые ароматы уходят либо в помадность какую-то либо в пудру какую-то найти такую ладана вот этот аромат идеальный он не уходит ни во что неприятное для меня я его ношу с огромнейшим удовольствием получаю от него кайф флакон нет я не хотел флакон потому что потому что я уже что то что то я не знаю чего бы я хотела флакон ничего наверное пока на сегодняшний на сегодняшний момент это так еще один аромат который у меня от travel версия это для меня идеально это ex nihilo love shot я об этом аромате говорила если я выбирала по пирамиде я бы в жизни этот аромат не приобрела потому что здесь моя нелюбимая кожа моя нелюбимая малина по ходу я воспринимаю этот аромат как почулево-фруктовый шипровый аромат а раньше шипр это было было все что связано с мхом теперь границы шипровости они расширились и почулевый аромат и тоже можно считать шифру шипровыми ароматами и этот аромат для меня тоже очень кайфовый он очень красивый он звенящий он летящий вот шипр вот такое очень мне нравится и тоже я думаю что в этом travel версии мне будет достаточно но если вдруг я захотела бы купить флакон чего бы то ни было от ex nihilo это был бы love shot никакой здесь нет противной химозной малины никакой здесь нет грубой кожи вообще ничего нет вот это идеальный аромат в духе какому дмуазель но такой осовремененный такой вот очень элегантный красивый это были три аромата которые меня гипер вдохновили и которыми я осталась довольна еще три аромата которые я брала вообще вслепую чтобы познакомиться я шуршу пакетиками не обращать внимание но как вот так вот да все должно быть расфасовано иначе все это в глубинах в недрах нашего парфюмерного шкафа смешается запутается и канет в лету скажем так аромат который 50 на 50 это не шан и улунгча это такой знаете чайно чайно фрукт чайно гисперидный аромат здесь очень много мандаринов бергамота кажется сладкого апельсина помимо этого этому аромату не дает скатиться в простейший такой знаете цитрусовый свежак магнолия кажется гидеон либо жасмин но такой без индольности без чего бы то ни было он придает зеленую ноту такую цветочную зеленую здесь есть мускус и инжир и он превращается в такой нетривиальный очень красивый свежак я бы такое носила себе была какая-то олигархиня но для меня это очень дорого для свежака и все-таки здесь есть какая-то такая звенящая зудящая нота мускуса которая после этого всей красоты она все-таки вылазит и мне немножечко мешает я поняла уже что мускусные ароматы это вообще не моя тема там где слишком много мускуса такого излишне чистого такого пронзительного мускуса я не могу носить такие духи и вы знаете почему я вспомнила ну как бы вот это пришло мне это пришло мне в тот момент когда я стала носить аромат от нихила мне очень нравится у нихила несио извините заговариваюсь но у несио мне очень нравится атомная роза я подумала что нужно в пару к ней поставить еще какой-нибудь красивый флакончик ну или хотя бы заиметь travel потому что ароматы такие яркие такие насыщенные плотные но все как я люблю я стала искать чтобы это могло бы быть и к сожалению ничего кроме одного аромата которым я скажу чуть позже меня не пролистила и так я взяла на пробу и не все почему-то называется праве мускус не мускусная терапия а праве мускус я наверное тогда не буду вам говорить потому что мускусная терапия там совершенно другая когда наверное пирамида вот праве мускус я вам подпишу название он кремовый он нежный он такой лактонный я не знаю его пирамиды он очень приятный но все же вот на салфетке он просто кайфовый он похож на какую-то молочную конфету сосать мне знаете такие есть альпенлибо вот такие вот конфетки молочно-фруктовую вот такую конфетку альпенлибо карамельку но через некоторое время все равно здесь выходит мускус и он начинает вибрировать и он начинает зудеть и мешать мне тоже аромат такой пограничный вначале я подумала о боже вот оно вот это то что я хочу но потом когда этот мускус выходит он не дает мне покора и вы знаете что я вспомнила пробую еще какой-то мускусный аромат что таким образом почему мне не нравится почему меня это тревожит что ли знаете три вот именно тревожит запах мускуса излишне чистый какой-то звенящий зудящий мускус напоминает мне запах от людей знаете есть такие наркотики химические их принимают и люди которые хотят там немножко изменить свое состояние сознания их принимают люди которые очень сильно больны чтобы снизить болевые штуки к сожалению я знаю как пахнет от этих людей и от тех и от других и и для меня и то и другое знаете такой тревожный запах это запах вы поняли наверное да я не буду развивать свою мысль дальше чтобы никого вдруг не оттолкнуть от мускусных ароматов потому что многие люди очень любят это это чисто моя вот ассоциация и для меня звенящий зудящий мускус ассоциируется либо с наркоманами или с глубоко больными людьми людьми ну как бы вот вы понимаете да и поэтому меня как бы сразу это пугает если я чувствую этот аромат от себя меня это пугает мне не нравится это дальше продолжим последний аромат о котором я вам сегодня расскажу это будет а здесь на этикеточке этикеточка отрезана таким образом что название исчезло поэтому сейчас я как-то каким-то образом это даже не знаю каким я ни черта не вижу я должна это прочитать так одну секунду поставлю на паузу так я с грехом пополам прочитала это на английском языке название но она как бы выходит это за гранью моих познаний high сейчас с листа frequency наверное я не знаю что это значит расскажите мне наверняка меня смотрят очень много людей которые намного в тысячу раз лучше владеют языком английским что знаете не мудрено он миндальный гидеоновый я не знаю что у меня черт дернул попробовать миндальный аромат выбрать себе я не люблю миндальные ароматы я не люблю пудровые ароматы но как-то вот так вот сложилось да я его выбрала чтобы попробовать чтобы разочароваться к сожалению вот таким образом для меня он горький какой-то бедизиновый вот это вот миндальное молочко горькое крем какой-то для рук но для меня это неприятный аромат не буду слишком долго о нем говорить потому что наверняка у этого аромата есть какие-то свои последовать последователи позже мою ночью я говорю как про какую-то секту какие-то вот последователи этого аромата ну мне он не нравится для меня он горький неприятный и слишком пудровый пудра горькая все вот вот такой вот такой был мой заказ на рандеву вот такие были мои знакомства но 50 на 50 я считаю что это неплохо да и еще с мускусным вот это вот спрайв маск с этим ароматом я еще попробую попробую его дождаться что прошло несколько месяцев и после этого его попробовать потому что может быть что-то поменяется у меня такое очень часто бывает после того как пробник полежит несколько месяцев мое отношение к нему меняется он либо раскрывается это по-другому либо еще что-то происходит я не знаю чего это зависит но такое случается в моей жизни и так про духи хватит расскажу вам а ну что же я вам еще расскажу я вам расскажу что магазине рандеву конечно же скидки конечно же пользуйтесь моим промо кодом но вы все это знаете если кто-то хочет воспользоваться своим промо кодом тот воспользуется постоянно капать вам на мозг я не буду не считаю нужным мой личный промо код на 10 процентов 10 мин большими буквами а если вы им воспользуетесь при покупке буду вам очень благодарна это позволит мне это никаких денег мне не приносит но это позволит мне возможно иметь коллаборацию с этим прекрасным интернет магазином надежно это уже на ваше усмотрение всем спасибо кому было интересно исключительно только парфюмерная часть видео ставьте там лайки если хотите подписывайтесь если хотите и поболтаем с вами в комментариях а всем кому интересно как бы немножечко из жизни моей то расскажу вам так что я была вынуждена сделать прививку от ковида потому что по одной простой причине что в начале января вдруг был такой вброс что таиланд не впускает на свою территорию больше вернее знаете это было так пятого числа все всем сказали что все министр здравоохранения скоро выпустит такой указ что на территорию таиланда без прививок двух элементных уже никого не пустят с девятого числа понимаете с девятого как как можно успеть знаете с пятого по девятому же у нас были вот эти вот зимние наши каникулы когда в области не работала ни одна поликлиника ничего нигде нельзя было это был такой стресс где быстро сделать прививку сделать два элемента уже как бы я не успевала несмотря на то что мы улетаем феврале нужно было быстро ее делать спутник light уже не делают делают только спутник вида и спутник вии он признан таиландом прививку я смогла сделать только девятого или десятого когда мы все когда мы все вышли с каникул и после прививки я разболелась у меня поднялась температура я температурила несколько дней потом меня на фоне понижения иммунитета все губы обметала герпесом и вот я до сих пор лечусь и прихожу в себя а уже конец января скажем так уже скоро вылетать там дети у меня на заднем фоне не обращать внимание вот и состояние во первых стресс пять дней стресса что делать получится ли все ли будет хорошо а девятого числа или тонута короче в понедельник министр здравоохранения таиланда вышел на работу сказал ребята вы что офигели какие прививки они уже не нужны вы чего все это было связано с тем что китайцы отменили у себя закрытые границы и поехали праздновать китайский новый год в таиланд все ломанулись оттуда как вы знаете в китае коронавирус до сих пор бушует о боже сколько было потрачено нервов и вот на фоне вот этого вот нервозного это сейчас вам рассказываю мне прямо становится дурно и нехорошо короче я нервничалась я сделала прививку из-за этого у меня упал иммунитет у меня началась апатия вообще стресс депрессии всякая прочая ерунда поэтому снимать вообще ничего не тут какие-то парфюмерные видео я просто вот была в таком вот очень плохом состоянии но сейчас вроде бы все хорошо но осадочек остался осадочек остался и вот вот такое нервозное состояние но конечно портит привкусит предвкушение от поездки но мы будем думать о хорошем будем надеяться на все самое лучшее и до скорых встреч спасибо всем кто посмотрел это видео до конца спасибо всем кто поставит мне лайки и напишет мне комментарии огромное вам всем спасибо пока